здравствуйте сегодня об искусственном освещении для альпийской фиалки альпийскую фиалку на искусственном освещении держит в двух случаях если у вас в принципе света мало вот смотрите у меня на внутренней на внутреннем подоконнике со стороны комнаты освещения немножко не хватает потому что очень широкий и заглубленный балкон здесь темноватой и не будь здесь до светки она бы вряд ли так пышно цвела даже летом это первый случай и второй случай когда вы хотите чтобы она у вас цвела подольше в том числе осенний период и чтоб она рано зацветала весной что могу сказать о длительности подсветки вот здесь у меня подсветка идет 12 13 часов в сутки подсветка идет светодиодной лампой а я о них расскажу немножко польшу позже 12 13 часов в сутки в общем то хватает что было вот такое вот офигенное пышное цветение как узнать достаточно ли у вас света мы измеряем интенсивность света обычным приложением люксметром на поверхности листьев я рассказывала об этих приложениях в видео о естественном освещении на поверхности листьев мы добиваемся чтобы у нас было три с половиной четыре тысячи люкс в период максимальной максимального освещения максимальной точки днем зимой это может быть немножко меньше в светлые периоды это вот так как я сказала тогда растение у нас нормально развивается и пышно цветет даже в не очень подходящих световых условиях естественных освещение получается смешанное как живет фиалка вообще без искусственного без естественного освещения я не знаю я не пробовала но вот на смешанном она живет прекрасно и я вам могу сказать что искусственное освещение она очень любит она очень любит эти светодиодные лампы и даже когда растения чувствуют себя плохо ну что-то случилось либо она пересаженная либо она что-то недополучила в удобрениях в почве я переставляю их вот сюда под лампу и они здесь гораздо быстрее восстанавливаются вот есть такой эффект как сделать чтобы если вот вы поставили светодиодную лампу и смотрите люксметром вам не хватает интенсивности света опускайте лампу вот у меня тут горшки поменьше вот лампа немножко приопущена здесь также лампа немного приопущена добиваемся нужной интенсивности света зимой когда темно темной и свет искусственный сюда вечером есть свет естественный вечером сюда не добивает то освещение может падать до 2000 люкс и это тоже нормально для зимнего периода по периодичности обычно я даю растениям отдохнуть от цветения я даю отдыха им довольно немного вот где-то к ноябрю я снижу длительность освещения до десяти часов и когда я не снижу до десяти а то и до девяти часов естественного освещения здесь у меня будет очень мало и ноябре уже то растения станут засыпать что в случае альпийской фиалки засыпать это они просто перестанут цвести зачем я это делаю я не знаю можно ли их держать круглый год на подсветке чтоб они круглый год цвели потому что я каждый год их рассаживаю я каждый год обновляю им почву и а цветущим растениям это делать нельзя и я мне они нужны для для рассадки спящие вот я снижаю длительность освещения до 10 до 9 часов и они постепенно перестают свести к концу декабря я надеюсь что они у меня заснут и тогда месяц января они у меня поспят и в середине февраля я могу приступать к делению кустов к замене почвы но кому что здесь понадобится кому-то почву заменю а вот этот куст я обязательно разделю потому что такой вот он уже горшок свой перерос и слишком лохматая получается у него розетка но это отступление вот что по длительности освещения по качеству света на видео свет выглядит розоватым на самом деле глазом вот обычным не через камеру он розоватым не выглядит он выглядит совершенно белым как лампа как люминесцентная лампа это светодиодные лампы я беру светодиодные лампы для фотосинтеза почему я так делаю несмотря на то что у меня цветение ну вот представьте взяла я розовую вот эту лампу которые для цветения для рассады используют и у меня будет розовое освещение в моей комнате меня это не устраивает я городской житель и я живу в этой комнате круглый год и мне надо чтобы у меня комната моя выглядела по-человечески а эти лампы для фотосинтеза они вполне выглядят если не через камеру вполне сносно это даже красиво получается такой стеллаж с цветами круглогодично почти круглогодично цветущими вот поэтому я и всем рекомендую марку этих ламп я напишу под видео потому что там номера я не помню и произносить их сложно посмотрите вот они у меня есть 30 ватт на и она длинная 18 ватт на и она покороче 18 ватт на и несколько вот и очень хороший свет очень любят растения если кому какой-то из них плохо себя чувствуют я переношу даже под этот свет даже летом они здесь хорошо восстанавливаются при этом искусственном освещении вот вот такой мой опыт со светодиодными лампами всего хорошего используйте лампы добивайтесь цветения и будет вот такая красота почти круглый год кроме периода спячки